Друзья, всем привет! Это Илья, компания «Американский визит Центр Атлант». Сегодня я нахожусь в Бишкеке, в офисе наших партнеров и представителей. Сегодня у нас в гостях девушка, которая приехала издалека. Она тоже партнер компании. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ашланова и Лиза. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь и где находится ваша компания? Что вы делаете здесь? Я являюсь директором учебного центра, который находится в Аше. Мы обучаем иностранным языкам и отправляем на работу за рубеж желающих наших кандидатов. А когда вы занимаетесь? Два года. А в основном кто у вас клиент? Студенты в основном. Студенты, кто закончил университет, которые хотят работать за рубежом. В основном у нас такие кандидаты. Много желающих на работу за рубежом? Желающих очень много, потому что здесь у нас зооплата маленькая, у нас еще коррупция, поэтому многие хотели бы уехать за рубеж работать. А на какие в основном позиции люди делают? Обслуживание, в сфере обслуживания в основном. А в какие страны? Мы отправляем в Дубай, в Катар, Аман. Сейчас мы уже давно сотрудничаем с компанией КСЭТ, Махабададже. Махабададже очень порядочная, ей доверяют на 100%. Мы с Махабададже готовим кандидатов на круизные лайнеры в Грецию и в Америку. У нас есть специальные материалы, мы по этим материалам готовим кандидатов. Как нужно отвечать на интервью, какие могут быть вопросы, как нужно одеваться, как нужно сидеть. Мы все вопросы готовим. Да, вот мы до этого снимали как раз интервью с Махабад по поводу визы Симанди. Как раз вы занимаетесь подготовкой, да? Да, да, да. То есть вот та страна языковая, это... Я так подразумеваю, что и к интервью готовите тоже? К интервью у нас, у меня тоже помощники есть, они тоже готовят, я тоже готовлю, да. Ясно. А вы сегодня здесь для чего? Я приехала в Бишкек, меня пригласила в Махабададже послушать вас, компанию Атлант, насчет визы в Америку. Потому что в Аше тоже очень-очень много людей, которые бы хотели уехать в Штаты. Да, буквально с вами сейчас закончили разговор. Есть идея применить лично к вам визу Е2. То есть это та виза, которую можно использовать для граждан Кыргызстана, для граждан Украины и Беларуси. Вот. И об этом много кто знает. И мы много раз предлагали клиентам воспользоваться визой Е2, потому что многие хотят поехать в Штаты для того, чтобы заниматься бизнесом. Но все боятся, думают, что там будет отречения по деньгам и так далее. То есть там нужно 50 тысяч долларов на счету, там, или еще что-то. Но в законе такого нет. То есть мы будем с вами проходить путь по визе Е2. Какие у вас есть идеи по поводу Соединенных Штатов? То есть что вы хотите сделать в США? В США я хочу открыть свою компанию. Хочу заниматься бизнесом в Америке. Открыть агентство по трудоустройству, для граждан, которые находятся в Америке и хотели бы там работать. Да. Ну вот мы сейчас планируем тоже запускаться в реемке и фактически организовать совместное предприятие по приглашению людей из Азербайджистана и Абридистана на работу. То есть тут так называемый джок-офер. То есть под джок-офером мы будем делать контракт. То есть вы хотите делать сейчас фериал своей компании? Да, фериал, да, в Америке. Да. Я вам там рассказывал про пакет документов. То есть можете еще раз рассказать, то есть что нужно будет сейчас от вас, от вашей головной компании? То есть та, которая работает здесь. У меня ваше учебное центре есть лицензия. Налоговая декларация, налоги, вот этот соцфонд. У меня все документы есть. Мы работаем легально. Да, то есть сейчас мы возьмем ваш пакет документов, да, на вашу компанию. Мы переведем на английский язык и заверим. После этого мы сделаем фериал. То есть фериал компании американской можно сделать, находясь здесь. То есть достаточно просто паспорта, достаточно дать нам паспорт, копию паспорта нашим помощникам в Нью-Йорке, и в течение месяца будет готова компания. Это будет LLC-компания. По налогам можно будет выбрать штат, где цифра наиболее подходящая для вас, то есть по налогам. Там где-то бывает федеральный налог большой, где-то местный налог выше. То есть все зависит от штата. И после этого будем делать под вас визу Е2, для того, чтобы вы приехали в США, возглавили компанию, ну и, собственно, уже начали заниматься продовой деятельностью, бизнес-деятельностью. По поводу денег, как бы вы знаете, что необходимо. Здесь самое главное просто показать, что вы платежеспособны. То есть что вы готовы первое время оплачивать филиал, то есть быть как бы... Ну самоокупаемость в обычном, в любом бизнес-плане наступает не сразу, там должно быть какое-то время. Вот этот момент его важно показать. Ну, собственно, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт VSA, VSA, последняя буква Z, не путайте, точка ком, и в нашу группу Facebook. Пробуем визу Е2, будем показывать, что, как, почему. Всем всего доброго, пока!